привет таляныч ждем подключение ярчика ярослава анатолий к сожалению на передовой миша валиев тоже сейчас много ездит поэтому мы с тобой начнем вдвоем и ждем общем если кто-то подключится и так у нас единственное событие на этой неделе из которого мы делаем величайшее событие это вечер бокса где главный поединок проведут крис юбен против лиама смита ну и кстати там будет несколько на мой взгляд очень неплохих поединков крис шиштоф-гловацкий будет возвращаться и также свой поединок возвращенческий проведет джозеф паркер а вот поэтому ну с какого поединка ты предлагаешь начать давай тогда начнем с криса юбен а красиво все три поединка имеет такое заголовок как интригу все три имеет интригующий такой статус как бы давайте с какого начнем давайте с глава давайте с главного давайте да давайте с главного а потом вернемся уже к следующим поединкам и так крис юбен клиам смит ну для меня этот бой скажем так очень интригующий поскольку он даст окончательный ответ тоже такой крис юбен реальный боец реальный претенду претендент на титул человек который которого просто не замечали либо это просто общем знаете как яблони от яблони недалеко падает и сравниться с величием своего отца ему так и не удастся с другой стороны для лиама смита этот поединок ну важен тем что надо побеждать потому что если проиграет рядом кому-то будет интересен как контендер как гейткипер да 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 я так думаю алло слышно да очень хорошо я хорошо я немножко вы просто зависли немного я не понял я так думаю в этом бою в этом бою лям смит но идет на вес больше крис юбинг наоборот анатолий анатолий я прошу прощения с интернетом что-то случилось то есть можно чтобы ты повторил самого начала потому что мы услышали что один уходит на вес выше да 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 лям смит и 69 72 идет хотя он не такой уж большой боксер крис юбинг наоборот и 76 снижается 72 то есть они встретились в таком весе где как бы может быть они посчитали что им удобно будет боксировать мне кажется если кто здесь выиграет да он может быть здесь разбавить много помните мы перед новым годом говорили об этом весь такое болото пришли мы к выводу что такое болото может быть кто-то из них разбавит это болото здесь если останется здесь потому что верить крису юбинку как-то мне не хочется и не и не верится об этот человек кто хочет боксировать 69 то наоборот он говорит что не может согнать вес не интересно он анатолий опять подвисает интернет извини плохая связь практически мы находимся на передовой уже сегодня мы реально находимся на передовой поэтому у нас немножко все не слава богу и тебе интересно ты прервался заморозился очень не интересно юбинг а мне интересно не интересно он останется в этом весе или нет 72 не интересно в каком он состоянии будет гонял ли он вес тогда когда должен был боксировать 69 и бой сорвался то есть была у него такая большая сгонка веса или не было как он сейчас подойдет к этому весу 72 и потом есть еще такой подводный камень как этот его новый тренер которому он хочет подражать рой джонсу да мы понимаем криса юбинга как он всегда бил мощно комбинационно но не мог встретиться за соперника а если мы вспомним на известным лям вильямсом который андраде выиграл тоже досрочно бой как он действовал с ним он хотел подражать рой джонсу вот этот вот такую игру как у джонс она то выглядит как-то смешно вот не такого как рой джонс и не знаю зачем ему это нужно было если он будет глупить и будет лям смит с ним боксировать как он умеет то есть очень большие шансы что можно проиграть лям смиту но мне кажется лям смит уже как-то и ушел на спад уже мне кажется это боксер которого уже потихоньку списывают и как бы мне кажется больше здесь поставлена на криса юбинга ну сейчас все зависит от него главное чтобы он не сглупил и сфокусировался на этом бою держал ляма смита фокусе то что у него никогда практически не выходило у него всегда выходило перебивать соперников сейчас у него выходит за не заниматься какой-то ерундой подражанием рую джонсу то есть вот этот вот вопрос о фокусе боя о фокусе держания под контролем боя ставит под вопросом его победу над лям смитом да но все-таки он мне кажется менее истрачен более физически одарен и комбинационно он бьет сильнее но лям смит имеет очень большой плюс что никогда не проигрывал нокаутом даже тому же канал он проиграл но по корпусу то есть пробить его практически я не думаю что сможет крис юбинк его пробить потому что это сгонка веса туда и сюда тоже мне кажется повлияет на его мощность удара и пробить его нет только по очкам шанс у него выиграть по очкам это зацепиться за лям смита бит комбинационно и только при этих факторов он сможет его выиграть как бы мне так кажется я сейчас ярче подключиться к нам мы поинтересуемся его мнением со свою очередь я скажу что крис юбинк этот знаешь есть такой старый анекдот когда всемирный конкурс там этих вот акинов которые на играют надо до двери как на там где две две струны всего лишь и один там общем по грифу шастал переливы у нее такие переливы были вот а второй вышел взял одну ноту и ля-ля-ля там эти он занял первое место и тот который в общем импровизировал подходит говорит слушай как это так говорит ну говорит я нашел свою ноту ты еще ищешь вот крис юбинк это боксер вот по моему мнению который никак не может найти себя вот окончательно найти себя свой стиль он постоянно экспериментирует ты очень здорово вот это вот подметил то что он хочет подражать рой джуниор джонсу при этом ну просто на уровне знаешь там папы мамы которые слепили крис юбинка там в общем но ничего общего с джонсом не имеет и вот вот его отсутствие у него какого-то своего стиля и делает его несуразным то есть иногда бывает что отсутствие какого-то стиля какой-то одной такой знаешь красной нити делает бойца импровизатором который знаешь там из каждого эпизода выжимать что-то неимоверно фантастическое и неожиданное для всех юбинк выбирает иногда в общем самое неприятное решение самое ненужное решение вот если говорить о поединке с лиамом то у юбинка есть все шансы победить он молодой он здоровый он достаточно технически грамотный если вот он слушает тренера он и выполнять все что говорит ему тренер у него все получается вот но с другой стороны вот нем еще говорит какая-то бравада ненужная то есть он еще не настолько общем не обделался в настоящих мужских руках чтобы понять что лучше это враг хорошего лучше быть стабильным лучше выигрывать делать все для того чтобы разбить соперника и когда ты увидишь что ты соперник уже начинает его болтать глаза покрылись туманом вот тогда уже начинать там играться в нокаутера там какого-то фееричного бойца мне кажется лиам смит не пройдет криса юбенко он ты очень хорошо сказал он маленький у него есть огромный опыт но у него нет удара которым бы он мог остановить юбенко вот причем юбенко мы знаем увидели что он достаточно осторожен его нельзя назвать слишком самоуверенным либо там глупым он достаточно разумный он прекрасно понимает свои недостатки особенно когда он еще и получает по голове он сразу общем как бы приходит понимание чего делать нельзя и вот за счет этого он может выигрывать ярчику витаем у т.б. сейчас ярчик оденет на ужин вот ярчик мы витание очень и очень тебя рады видеть после большого перерыва мы говорим о поединке крис юбэн клиам смит вот твое мнение хотелось бы услышать поскольку можно свое с анатолием высказали крис юбенко крис юбенко если одного боксера называют боксер двух комбинаций одной комбинации то крис юбенко я не слышал что ты говоришь крис юбенко для меня это боясь который роб все не в тему а не в тему а чему ну он мне кажется мне кажется психологично не стабильный начебто у него есть все данные чтобы быть чемпионом мае и удар мае и швидкость но он своим цим заграваниям и таки вражения что он на тренированиях и в поединке любит халявит и забывается и делать абсолютную маячную как то с этим же грозом крис юбенко показал что он есть боксер сугубо одной комбинации и все мне льям смит больше цикавий хотя також льям смит это таки боксер который а не зважаючи на свои габариты он просто напросто переднюю рукою не умеет користоваться в них такие боксер средней дистанции окей а давайте тогда обговорим каким хотя бы более стоячий потому что вина прямо ходячий льям смит хорошо каким тогда может быть этот поединок таляныч на твой взгляд каким будет этот бой кто будет первым я я думаю первым номером мне кажется все таки будет бэнк лям смит я думаю будет показывать классику то есть будет ловить его где получаться словит где не получаться будет уходить более акцентированно я думаю будет действовать все таки крис юбинг попытаться попасть попытаться но я не думаю что будет здесь досрочно от юбинга потому что я как и говорил что льям смит крепкоголов его никто не нокаутировал я думаю по очкам по очкам я думаю выиграть все таки юбинг потому что если у нас на 72 он будет интересным конкурентом для тех кто там сейчас есть немножко разбавит это болото мне так кажется и для этого как бы может быть этот бой как бы будет таким стартовым этапом в его карьере 72 потому что 76 как бы ждать боя с канелло и там с этими зубрами кто там сейчас есть я думаю шансов у него пока нету а 72 у него есть шанс закрепиться и все таки льям смит мне кажется много уже на спаде как бы он будет пытаться на своим на своем запасе на своей технике что-то делать бой будет я думаю интересно конкурентный будет с интригой но я не думаю что как-то сможет перебить льям смит юбинга или тем более досрочно нокаутировать молодой как бы насчет грузов я ли сказал груз был ударом мог остановить юбинга а у смита нет такого удара как у груз был более он более прямолинейный более такой с ударом как бы мог сделать боль ему ну а смит нет мне кажется смит не хватит этого я думаю что выиграть все таки юбинг потому что юбинг будет первым номером главное чтобы он не начал вот эту вот браваду свою вот этот рой джонс включать на минималках вот глупости эти свои делать потому что это может доходиться не так хорошо если он будет акцентирован на все работать держать фокус я думаю у него есть хороший шанс я скажу что возможно так будет как говорит оляничка но факт в том что олям смит может просто-напросто не дать что этот бой сделать то что этот бой сделать таким рваным ритмом и он не даст тому же самому юбинговый чувствовать свой ритм так у него нет удару как у того же груза но факт в том что лям смит он очень чудово чувствует бой и чувствует тот же самый темп то может просто-напросто не дать юбингу и раскрыться и мы знаем что в второй половине уже девятий раунд юбинг який бы он молодой не был он знает то то я не здивуюсь как что начинаючи с сьомого раунду лям смит будет так засушивающий забираты раунды ну я я жду я сагу я соглашусь с таряны чем том что бой будет очень интригующий поскольку есть два бойца два стиля опять же более выжидательный стиле это у лиама смита он может давать возможность то есть он может обмануть юбинга давая такую вот обманку забрасывая что юбинга может действовать на средней дистанции на сближении довольно таки свободно надо не забывать что руки у лиама смит смит довольно длинные и как бы контр панчите встречать и тут же подхватывать он может довольно таки великолепно поэтому все зависит от того плана который юбинг подготовил вот со своей команды на этот бой если юбинг будет делать ровно столько сколько необходимо для победы то есть работая с дистанции наносить один-два удара не забывать о защите хорошо перекрываться опять же после того как он попадает он раскрывает объятия идет вперед и тут он может быть наказан то он выиграет я согласен с таляны чем что 12 раундов юбинг может в 12 раундах и решением судей юбинг может пройти лям смита лям смит это лям смит он может выиграть если он заставит юбинга потеряться для этого нужно попасть а это он может сделать а да это он может сделать справа в том что для того чтобы юбинг потерялся треба або по нему попасти або робите так чтобы у него его атаки были безрезультативными юбинг с истеричка дуже доброе зауважение очень хорошее замечание ярче поэтому вот в этом есть и интрига чей чей стиль с работы и кто сможет общем все таки обмануть соперника вставить его скажем так на свою глубину водоема и заставить потерять общем грунт под нога дно под ногами и вот потеряться поэтому я опять же я склоняюсь к тому что юбинг но не идиот он должен прекрасно понимать что все его потуги которые вот он сделал они как вода в песок ушли то есть они не дали никакого результата авторитета нет промоутеры за ним не гоняются больших гонораров нет даже попытка взять рой джонса за тренера это больше рекламная какая-то мне кажется вещь нежели ведь рой джонс как тренер провалился полностью это еще говорит о том что уметь боксировать и уметь научить боксировать две большие разницы поэтому этот поединок будет чрезвычайно интересным для любителей бокса думаю все все получат удовольствие независимо от результата все получат от этого боя удовольствие так по этому поединку есть что-то добавить роль джонс лох да и он еще ватник напомню что он взял российский по ну вот так что он ведь просто этот вот путина сос вот так вот скажем джозеф паркер возвращается после проигрыша джо джойсу поединке против джека массе того самого джека массе из британии у него 20 побед один проигрыш 11 побед нокаутами я сейчас вот смотрю на его список поединков он проигрывал ричарду реак форм до который будет боксировать с главатким и в принципе если говорить о качестве его соперников то они были не очень уж и значительный поэтому давайте для кого сделан этот поединок для паркера либо для массе таляныч я думаю это бой в англии сделал для паркера хотя паркер не англичанин для возвращения паркера массе и он боксирует боксирована вес ниже он сейчас поднялся хэвэйт он маленький но и паркинг для хэвэйта не такой уж большой как бы и как бы я считаю что это для возвращения паркера какой-то угрозы для паркера я не думаю что он представляет большой но это такая проверка он не истраченный он не истраченный он умеет боксировать сказать что он какой-то урок там простой боксер нет он среднего уровня боксер которому не знает боксировать умеет боксировать имеет джек может движут двигаться на ногах он маневренный не такой уж быстрый но есть его и маневренность есть комбинаторика паркер это ему испытание чтобы мы увидели что с ним стало после последнего боя то есть сломали его последний бой физически то есть постарел ли он как мы говорим что боксер боксы стареет от боя к бою от тяжелых боев а последний бой был очень тяжелый для него проиграл очень тяжело если бы упал в нокаут может быть даже было лучше чем вот такое избиение которое мы видели его последнем бою как бы я думаю что здесь поставлена ставка такая знаете на паркер для возвращения но надежда все равно на англичане на пошел он он будет дома если он выиграет паркера как бы это будет для него большой шаг вперед как бы какая-то с надеждою как бы такая вот возвращение паркера нос на одежду и для места я не знаю паркер как будет действовать просто как он будет он все знают что мастер обид и знают все ну как он будет действовать после этого проигрыша вот этот вот тоже большая интрига если три боя которые мы будем создать все три боя с интригой я думаю паркер должен если у него ничего не случилось такого психологическом уровне и либо физическом легко не так кажется на своем опыте на своем мастерстве он должен проходить легко своего соперника выиграть я не знаю сейчас сможет нокаутировать его но уверенно должен выигрывать даже может быть нокдаун где-то чтобы в каком в каком-то из раундов если он хороших кондициях и не повлиял последний бой на него физиологическую именно не постарел сильно то есть на физиологическую его на его физику то есть не сломал его то есть физиологически элементарно я думаю здесь паркер должен выходить победить слушая я не вижу как англичане может ему что-то сделать я не вижу просто все равно вот как то есть какая-то на я не вижу я сделал пару боев с реактора видел бой вот я не видел у него какой-то такой большой агрессии либо такой куда большого удара тем более он маленький я не знаю что он сможет паркеру сделать именно физически но этих ниц каком плане он него неплохой переиграть его am parking может переможете переиграть до первого хорошего удара паркера когда паркер опас откуда чтобы сможете восстановить до и только остановит он допустим нас jumper и играть чтобы паркер восстановилась чтобы уже не ел этого вот порыва или такой смелости обратно идти вот именно с ним размина размерами я думаю польки доддам должен выиграть за счет своей мощи. Он мощнее, он сильнее, он больше. Как бы так. Ну, я абсолютно с тобой соглашусь, что шансов у Масси практически нету. То есть это один из ста, точнее, 0,1 из ста. Для Паркера важно сейчас вернуться, вернуться в зрелищном бою. То есть быстрой победы Паркеру не надо. Ему надо, во-первых, проверить абсолютно, сказал, все свои реакции, насколько он функционален, насколько он, скажем так, может дышать дальше. То есть я не думаю, правда, что проигрыш Джо Джойсу сломал Паркера. Он был в достаточно хороших мясорубках, чтобы естественно, так его еще не били, как его избил Джо Джойс. Но думаю, что Паркер восстановился. Он по-прежнему будет интересен. Он боец с ударом. Он боец технически, как для хэви-вейт, очень грамотный. И здесь я думаю, что где-то пять раундов в бой, десяти раундов. То есть пять раундов ему надо для того, чтобы показать, что он вернулся, что он в хорошей кондиции, что он все еще как бы является грозой хэви-вейт. По крайней мере, для молодых до ранних. Ну а Масси он выбран просто жертвой. Скорее всего, технический нокаут во второй четверти, то есть это может быть седьмой, восьмой, девятый раунд, может пройти полную дистанцию. Паркеру важно продышаться на полной дистанции. То есть насколько его функционалки, насколько его инстинкты будут работать, мне кажется, на протяжении всех десяти раундов. Но бой будет закончиться досрочно. Здесь, в общем, как бы доктору не ходи. Бой сделан Пап Паркера. И все-таки его бой, там, бои с Дериком Чесоро, его бой с Джой Джойсом сделали его любимцем английской публики. То есть он заднюю не включал. Он держался до того момента, пока вообще мог держаться. Это уважают в Англии. Ну и еще один поединок. Опять же я спрошу, А Ярчик не сказал ничего про Паркера. А Ярчик вышел из эфира. Или у него свет закончился, либо что-то еще. Ну, Фрейзер Кларк против Кевина Николаса Эспинола, Эспиндола. Здесь вообще обсуждать нечего. То есть семь побед, шесть проигрышей у Кевина. И при этом, сейчас я посмотрю, сколько он выиграл нокаутом и проиграл нокаутом. Реакфора и Гловацкий. Кто там еще будет, я даже не смотрел. Вот эти три боя, как бы я посмотрел. Да-да-да. Ну, в общем, понятно, что для Кларка сделан этот поединок. И у Кевина семь побед, шесть проигрышей, две победы нокаутом. Ну, в общем, здравствуй, жопа, Новый год. Фрейзер Кларк одерживает пятую победу, пятую победу нокаутом. И дальше сохраняет, в общем, как бы привлекательность для британского бокса. Ну, вот Ричард Риакфорхе и Кшиштоф Гловацкий. Вот Гловацкий у нас, скажем так, последний бой проводил в апреле прошлого года. Победим Франциско Риваса Руиса в четвертом раунде техническим нокаутом в Польше. Ричард у нас последний свой бой провел против Фабио Туччи в июне прошлого года. Ричард у нас британец, Кшиштоф Гловацкий, бывший чемпион мира по версии W в Крузервейте, поляк. Поэтому, ну, глупо спрашивать, мне кажется, под кого сделан этот поединок. Ну, естественно, под Ричарда. А что ты ждешь от этого боя? Есть ли шансы у Гловацкого? Скажем так, прямо. Что же, что у Гловацкого? Я не рассуждал. Есть ли шансы у Гловацкого? Я думаю, шансы малы. Я думаю, шансы малы, потому что Ричард Риакфорхе я его не знал. Я посмотрел на пару боев. Я посмотрел, я сделал для себя четверку этого веса. Это Апитай, это Аколи, это Калун, этот Смит, Калун Билл Смит, и это Риакфор. Это вот четыре боксера, которые будут делать шорох в этом весе. Это молодые боксеры, перспективные боксеры, бьющие боксеры, стойкие боксеры. Вот эти четыре парня, я бы их выделил в этом весе, которые скоро наведут здесь шороху больше. Мне кажется, так если будут промоутеры работать, они будут заниматься ерундой. Потому что Риакфорхе это боксер, который мне напоминает по своей жизни, по своей структуре бокса Аколи, потому что так начал заниматься очень поздно боксом, так же, как Аколи боксирует на джебе, так же, как Аколи черного света, так же, как Аколи имеет удар, так же, как Аколи очень много параллель у меня с ним что-то с Аколи. Да. Очень много параллель с Аколи, но имеет свои фишки, которые не как у Аколи. Мне кажется, он более интересен будет, чем у Аколи, потому что у Аколи сейчас проблемы у него с промоутерами, потому что мне кажется, на реактор ставится ставка как на второго номера, чтобы вышел вперед, потому что я посмотрел по WBC, он пятый, и по WBO он Гловацкий пятый. То есть сейчас, если кто выиграет, то будет в двух версиях на пятом месте, это уже шанс выйти на чемпионский титул. То есть, да, я не знаю, как они там сделают, но как бы сейчас за оба пятых места в двух версиях это очень круто. Гловацкий, что могу сказать, Гловацкий это имя, которое, если Алья Кфоры сейчас выигрывает, а я думаю, что он выиграет, это будет имя в его списке такое твердое, потому что все-таки бывший чемпион мира, все-таки опытный боксер. Знаете, вот я много смотрю на боксеров, на бойцов ММА, на борцов, на других, которые когда-то были звездами, были сильными. И я вижу их сейчас, когда они проигрывают от пацанов, потому что есть такое, как изношенство. Когда человек изношенный очень сильно, он становится хуже, даже чем был когда-то в молодости. То есть он уже проигрывает от каких-то пацанов как-то среднего уровня и не может выдержать. Мне кажется, у Гловацкого, если не пришло это время, то уже близко, как бы, да, то уже близко. Я не вижу шансов у Гловацкого. Гловацкий любит подтянуться за ударом. То есть он тянется всегда. А Рякфор он очень боксирует. Можно сказать, даже не так усиленно зрелищно, но он ждет. Он работает на жебе и ждет постоянно контра. Если будет Гловацкий так тянуться, как он тянется, он будет так тянуться. Мне кажется, Рякфор может закончить и досрочно. То есть встретить его, когда он будет к нему тянуться с ударом, просто встретить. И здесь уже его изношенность скажется и не выдержит этого. Мне кажется, этот бой будет 95% я даю, что досрочно закончится. И как бы Рякфор будет новым на пятом месте, на место Гловацкого и новым таким проспектом, таким хорошим средняком таким, для того, чтобы его потом свести с более сильными соперниками. Я с тобой соглашусь. Гловацкий, он не скоординирован, он очень несуразный, особенно, когда нужно действовать быстро. Он боец такого среднего темпа ритма, средней скорости, среднего темпа ритма. Он, если взрывается, то только когда попадает, вести какую-то тактическую игру, даже на челноке у него не очень получается. Он корявый боксер. В размене он может пободаться, но с Ричардом, который на 10 сантиметров его выше, и руки тоже в разнице в длине рук существенная. То есть реакфоры нужно просто поставить левую руку вперед, постреливать джебом, и Гловацкий за нее не дойдет. А если Гловацкий начнет какие-то уклоны делать, что он любит, то тут просто встретить его, бахнуть по голове, много умений не надо. Тем более, что на ногах Ричард куда более хорош. Я надеюсь, что Гловацкий сможет пройти полную дистанцию, хотя то, что Гловацкий, если по нему попадают, он падает, он может выдержать 1-2 удара, но третий уже катастрофически он держать не может. Он пробитый. Усик это показал, поэтому здесь нужно признать, что Ричард победит. Вероятность досрочно очень велика. Ну и пройти 10 раундов и победить решением судей. Мне кажется, что Ричарду пройти 10 раундов даже будет куда лучше, потому что Гловацкий опытный соперник, он стойкий соперник, он серьезный соперник, поэтому 10 раундов пройти, чтобы попробовать подышать. Если будет бой Соколи, допустим, то он будет на полной дистанции, потому что что о Коле, что Ричард, они будут осторожны, очень осторожны, потому что велика опасность напороться на удар с одной и другой стороны. поэтому я соглашусь с тобой, что победа Ричарда будет стопроцентной, где-то процентов, скажем так, 80, что бой закончится досрочно, ближе к концу, ну и оставшаяся часть, то, что бой пройдет полную дистанцию. Ну вот, в принципе, и поговорили. Есть что-то добавить? Я думаю, что здесь зависит, каким будет Гловацкий, если заметит Ричард, что Гловацкий как бы уже все не может, как бы он добьет его. То есть, вот эта вот старость, вот как пришла к нему еще до конца или нет, это я хочу увидеть. Если он видит, что Гловацкий пропускает, его метит, его шатает, он его добьет, он же его не оставит. Но если Гловацкий будет стоять, то Ричард будет отходить и опять же держать на джебе, потому что я еще раз повторюсь, Ричард не такой уж торопливый. Я бы бой его с Аколи не хотел бы посмотреть. Это будет скучный бой. Не будет интересный бой. Вот и он по WBC, вот Селунга Макабу, да, потому что Макабу другой стиль, он будет на него напрыгивать, и здесь будет интересный бой. С точки зрения зрелищности этот бой был бы интереснее, чем с Аколи. Ну а я не думаю, что сейчас в ближайшее время с Аколи кто-то будет боксировать, а кого не разберется там в суде своими, там с кем он судится, там с промоутерами, там, как бы, я не думаю, что в ближайшее время Аколи мы увидим. Я Аколи, Аколи с Эдди Хирном, Айлунга Макабу с Доном Хирном. Я имею ввиду, что сейчас Аколи судится, что-то там у них есть с Эдди Хирном. Эдди Хирн посадил его на скамейку запасных. Вот. А Ричард у кого, вы не знаете? Не у Эдди Хирна тоже, нет? Нет, Ричард у Банджамина Шалома. Банджамина Шалома, ага. Вот так. Как бы для меня интереснее был бы бой его с Макабу, потому что Соколи ждать, не знаю, что там будет. И Соколи даже если будет сейчас, прямо этот год, мне кажется, это не будет интересный бой. Они будут осторожны, и зрелищности здесь такой не будет. Если бой будет равный, все равно Соколи отдадут, и все. Кстати, менеджер у Ричарда Диллиан Уайт. У него есть связи в WGP. Может быть, он его туда продвинет к бою к Макабу. Он любимчик же там. Да, только он ругался с Маурицей Сулейманом. Да, но и здесь неоднократно говорил, что это вот Уайт просто задницей. Окей. Анатолий, дякую тебе грациас. Спасибо тебе большое за то, что нашел время. К сожалению, жалко, что Ярчик у нас вылетел из эфира. Ну, а мы встретимся в понедельник, даст Бог, и посмотрим, что мы тут наванговали, и насколько мы были правы. Я тебя обнимаю, всех вас обнимаю. Вот, держимся, и победа будет за нами. Все, обнял. Пока. Пока.